Уничтожить эту страну, переполнено беззаконними грехами. Все, уничтожить эту землю. Иди, сын мой, бери своих ангелов и забирай свой народ. Забирай своих людей, которые призваны за тебя. И многие думают, да еще, еще. У нас еще 300 лет, еще и внуки наши по тысячу лет проживут. Никто не знает. Никто не знает. Если ты уже услышал истину, если ты уже узнал что-то от Бога, если ты уже начал изучать Его Слово, не возвращайся назад. Не иди туда, где на самом деле ты можешь потерять свое спасение. Некоторые люди думают, а я знаю, как покаяться, я успею. Не успеешь. Некоторые думают, а я знаю, как поменять свою жизнь. Ну вот я сейчас тут погрешу немножко, мне же надо денег как-то заработать, мне же надо какую-то власть завоевать, как будто нельзя, ну, праведным путем зарабатывать денег. Как будто нельзя без обмана зарабатывать. Некоторые изменяют своим женам, там, с помощью, там, они говорят, я же физически не сплю. Я смотрю, там, на фигурки, я смотрю еще на что-то. Изменяют своим женам. Потому что Иисус говорит, что ты в мозгах своих. Ну, делаешь, ты уже изменил. Прелюбодействуешь. Некоторые обманывают для того, чтобы сохранить доллары, обманывают. И говорят, все так делают. Да не все, ты будешь отвечать за себя. Правильно сегодня Оксана сказала. Иисус умер индивидуально за каждого. Он не умирал за толпу. И Он будет разбираться с каждым индивидуально. А на, садись, мама поговорит. И ты будешь говорить, все, мне надо все, я за тебя умер. Я говорю, все, побежали. И как Он медлил, то мужитие ангелы по милости к нему Господне. Взяли его за руку и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою. Не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестностях этой. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибло. Что ангелы говорят? Душу свою спасай, и не оглядывайся назад. Не смотри на то, что, возможно, тебя привлекало. Не смотри на то, ради чего ты выбрал эту страну. Не вспоминай даже то, что было там. Возможно, там у тебя есть какая-то Мерседес. Возможно, там у тебя есть какое-то имущество. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые сейчас живут в Донецкой области. Они уже не рады тем Мерседесам и тем домам, и они уже не хотят этого всего. Им лишь бы смыться оттуда побыстрее, чтобы не попасть в то, что сейчас происходит. Ну, люди, которые, ну, нормально мысль, которые понимают, что будет там через определенное время. Они уже, их уже не привлекают никакие, ну, ценности материальные. Я говорю, все, не оглядывайся. Не думай о том, что некоторые говорят, ну, я не могу еще в церковь прийти и так быть таким горящим, как ты. Ну, ты понимаешь, у меня еще есть какая-то своя правость, у меня еще есть какие-то свои интересы. Я люблю еще посещать там какие-то, ну, клубы или заведения. Я люблю еще там где-то, ну, потусить. Я люблю вот эту тусовку, я люблю вот эту музыку, от которой не струсится, а вверх скрипается. Ну, я люблю это. Ну, я люблю и обожаю. Ну, как я могу слушать вот эти вот ваши баптистские напевы, если у меня, ну, тут вот, ну, сон такой. Ну, как? Понимаешь? А он говорит, спасай душу свою и не оглядывайся назад. Убегай как можно быстрее, убегай от греха, убегай от проклятия, убегай от зависимости, убегай от того, что на самом деле завтра будет тобою. Потому что то, что тобой преобладает, рано или поздно станет тобой. Рано или поздно ты будешь этим. Уже то, чем ты себя помнишь, то ты и есть. Он говорит, не оглядывайся, душу спасай. Но Лот сказал им, нет, Владыка, вот раб твой обрет благодать перед очами твоими. И велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать в этот город. Он же мал. Побегу я туда, он же мал. И сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот, в угодно себе я сделаю и это. Не неспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дело, доколе не придешь туда. Потому и назван город этот Сигор. Бог иногда говорит какие-то радикальные вещи. Но он понимает, что люди не могут быть настолько радикальными. И он оставляет им какие-то вещи, которые не грех. Которые, возможно, еще не уведут его от Бога. Некоторые люди, к примеру, говорят, как я могу отказаться от комфорта. Кто тебе говорит отказываться от комфорта. Как я могу отказаться от каких-то современных вещей. Компьютеров, телефонов, машины и так далее. Как я могу отказаться от этого? Я не могу. Причем здесь это? Оно не должно обладать тобой. Но ты можешь это все иметь. Ты должен иметь хорошее жилье. Ты должен иметь хорошую машину. Ты должен иметь шикарную работу. Но она не должна тобой обладать. Ты должен руководить бизнесом. Но это не должно тобой обладать. Если это мешает тебе идти за Богом. Если это мешает тебе приходить в церковь. Если это мешает тебе изучать Божье Слово. Выбрось эту работу, этот бизнес, этот телефон, этот мерседес. Потому что ты пойдешь в ад. Ты пойдешь в Маат, представляешь? Не, надо, чтобы туда Правильно он все сделал Мы же не знаем, кто-то, чтобы пришел Чтобы придут и будут срывать служение И пролил Господь на Содом и Гоморру Тащем серу и огонь от Господа с неба И не спроверь города эти И всю окрестность И всех жителей городов этих И все произрастение земли Что произошло дальше? Пришло уничтожение Пришло истребление То есть иногда, если Бог хочет спасти тебя Услышай, я сейчас хочу сказать Если Бог хочет спасти тебя И ты не можешь отлипнуть от этого Ему придется без твоей воли уничтожить это Ему придется без твоего согласия забрать у тебя что-то Ему придется без твоего желания вообще забрать у тебя Для того, чтобы спасти тебя И многие люди начинают роптать и хаять Бога Как же ты такой плохой оставил меня без этого? Он тебя оставил для того, чтобы ты спасся Для того, чтобы ты ему спасибо сказал, что ты не умер И что ты в ад не идешь Нет, надо же Надо же вот эту еще поесть Жена же лота Оглянулась позади его И стала чем? Славлялся Богом Жена же Обернулась и превратилась в соляной стол Как только ты оборачиваешься назад Как только ты начинаешь переживать за то, что у тебя было вчера Как только ты начинаешь жалеть, что ты потерял Ты сразу превращаешься в соляной стол Ты теряешь контроль над своим будущим Ты теряешь контроль над своим спасением Ты теряешь контроль над тем, что Бог благословил тебя Он дал тебе Некоторые мужья или некоторые жены Как только начинают сравнивать с предыдущими Как это сказать? Компаньонами С партнерами 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 или с предыдущими мужьями Все Семья разрушилась Как только человек начинает сравнивать работу Как было на той работе классно А на этой плохо Все Он перестает быть трудоспособным Как только он начинает сравнивать своих детей с другими детьми Все Он начинает ненавидеть своих детей Он готов уничтожить своих детей Для того, чтобы они стали такими, как соседские дети Сразу же Как только ты начинаешь оглядываться назад Как только ты начинаешь смотреть то, что тебя привлекает Ты превращаешься в соляной стол Неужели это непонятно? Превратилась в соляной стол Жена же лота Оглянувшись Превратилась в соляной стол Вторая история Чисто Одиннадцатая глава Еврейский народ Стоит на коленях И говорит Господь Пожалуйста Избивают Унижают Оскорбляют Выведи нас из Египта Плачут Издеваются над нами Изнемогаем Господи Каемся во всех своих грехах Спаси меня Господь Весь еврейский народ Крещит Взывает Попьет Говорит Помоги мне Как часто мы взываем Господу Господь Измени мою жизнь Господь Измени мою ситуацию Господь Воверни мне мою семью Сначала некоторые люди Не ценят свою семью Потом теряют Воверни мою семью Теряют детей Верни моих детей Теряют бизнес Верни мой бизнес Плачут Взывают Кричат Еврейский народ Стоит на коленях Взывают Бог Находит Моисея Вытаскивает его Из этой пустыни Дает ему Власть Авторитет Десять знамений Против фараона Израильского народа Выводит Этот Довещайший народ Из этого Египта Делает чудо По ихней просьбе Меняет их Нежизненную ситуацию Обещает им Землю Где течет Молоко и мед Нет же Читаем 1 стиху С 1 стиха Народ Между ними Между ними Стали Обнарушивать Прихоти А с ними И сыны Израилевы Сидели И плакали И говорили Кто Она кормит Нас мясом Мы помним Рыбу Которую В Египте Мы ели Даром Огурцы И лук И репчатый лук И чеснок А ныне Душа наша Изнывает Нет Ничего нет Только манна В глазах Наших Как классно было Вот он Напухался И забыл Что там тебе Кто говорит Нанюхался И фиолетово Все Нервый Пошел Сигарет Пачку Сигарет Скурил А тут же Не надо Это ж нельзя Так реп Жена Сказала Поперек Пошел Еще Пятнадцать Жен Себя Нашел На ночь Дети Сказали Дал По шее А тут же Надо Любить Тут же Надо Поблагословлять Тут же Нужно Стать Ответом Был В рабстве Бог освободил Говорит Как же Классно Там было В рабстве Чего ж ты тогда Выл Чего ж ты тогда Взывал Чтоб тебя Спасли Заболел Взывая Богу Исцели Господи Исцелил Ну все Господи Извини У меня Своя жизнь Даже Спасибо Не скажет Извини У меня Своя жизнь У меня Свои интересы У меня У меня Свой Выбор Я сам Отвечаю Я сегодня Разговаривал С одним Человеком Когда человек Говорит Знаешь Мне Библия Не важна Мне главное Жить по совести Я говорю Ты думаешь Что твоя совесть Идеальная И человеку Больше Не больше Сказать Зато крест Футболку Не видно На груди Крестик В душе Ноль Говорит Как хочу Мы помним Эту рыбу Мы помним Это мясо Мы помним Это Мы не помним Как над нами Издевались Мы помним Этот вкус Некоторые люди 15 лет верующие Некоторые люди Говорят Возможность Получать Его Слово Для сегодняшнего дня Люди Выходят И каждый Смотрите Сегодня вышел Человек 7 И все говорят Бог сделал Бог сделал Бог поменял Бог благословил Бог тот дал Бог это дал Год назад Год назад Этого не было Три месяца назад Этого не было Полгода назад Этого не было Радости не было Не видел Что ли Листья зеленые Небо голубое В тучи жил В унижениях И воскреплений Бог поднял Благословил Омыл Очистил Огурцов Тебе хочется Лука Тебе репчатого Мало Рыба Тебе хочется Приходи В понедельник В субботу Следующий Мясо поедить Не Это не вкусно Вот там Где бухают Вот там Классно Вот там Где матерятся Ну там Мне немножко Коробят Но зато Ж весело Первые 10 минут А потом Пьяный базар А как ты уже Уйдешь Тебя ж туда Привезли А потом Свергало Третья история Луки Девятая глава Что Что Назад Дороги нет Если ты уже Встал На Божий путь Все Назад Дороги нет Сзади Сзади только Сзади только Ад И нам туда Не надо Слава Богу За администрацию А то Сказал бы Я сейчас скажу Я по Бегейски Бегейски Девятая глава Скиса Девятого стиха А другому Сказал Следуй за мной Бог говорит Иди за мной Жизнь поменяется Иди за мной Перемены Придут в твою жизнь Иди за мной Благословение Будешь жить Иди за мной Я знаю Все о благо тебе И не во зло Приготовил для тебя Невидимое Недоступное Ты даже представить Не мог Что я для тебя Приготовил Тринадцать лет назад Умирал под забором Я понятия не имел Что будет в моей жизни Бог говорит Иди за мной Я ему как ответил Но в паерок Кармачик засунул А на следующий день Вошел Думаю Пойду Посмотрю Что терять уже Бог начал менять Представьте В этой ситуации Сказать Ну все Бог спасибо Я все сам сделал Да что я мог сам сделать Что я сам мог сделать Было результат Тринадцать лет назад Бог говорит Пошли за мной Пошли Будешь изучать Мои принципы Пошли Я изменю Твою семью Изменю тебя Изменю твоих детей Изменю Твое финансовое положение Дам тебе исцеление Дам тебе свободу Дам тебе радость Дам тебе милость Ты будешь радоваться Ты будешь благословлением Пошли за мной Тот говорит Господи Позволь мне прежде Пойти И похоронить Отца моего Что плохого Сказал бы человек Ничего плохого Прежде всего Ничего плохого Позволь мне прежде Прежде чтобы Идти за тобой Сделать какие-то Свои вещи Понимаешь У меня есть жизнь У меня есть свои интересы У меня есть свои обстоятельства Какие-то Мне тут отца надо хоронить Чего я должен за тобой идти Чего я должен за тобой Почему я должен сейчас все бросить Многие говорят А чего я должен сейчас все бросить И идти Мне понравилось Как Оксана Сегодня у Оксана Много чего хорошего Говорит А нет у нас Всяких лидеров Или служителей Каждый служитель Ты узнал о Боге Ты уже служитель Не жди Что тебе кто-то Могий будет Могий Не жди Что за тебя Кто-то будет что-то делать Ты уже служитель Ты уже найди Кого-то Кому нужно помочь Уже Бог тебе помог Теперь найди Кому помочь Неси слово Но Иисус сказал ему Но Иисус сказал ему Предоставь мертвым Погребай своих мертвецов А ты иди Благовесствуй Царствие Божие Предоставь людям Которые не поняли Что кто тебя зовет Вообще Предоставь людям Свои вот эти Мирские дела Остави А ты иди И занимайся Божьей работой Конечно нужно Похоронить отца Это неплохо Конечно нужно Участвовать в жизни Своей семьи Это неплохо Но это не должно быть На первом месте Это не должно быть На первом месте Если тебя зовут Значит ты уже Испорт Значит ты уже нужен Значит тебе уже Есть необходимость Очень много людей Перечеркивает Своё призвание Свою миссию Свой выбор Очень много людей Я всегда говорю Бог зовёт один раз Он уважает Свою слово Я всегда учусь Если я услышал Бежать уже Если я услышал Что Бог хочет Чтобы я делал Я уже бегу Туда это делаю Я не жду Чтобы меня второй раз Позвал Он может не позвать Он царь царей И Господь Господствующий И если он тебе говорит Встань И иди делай Значит встань И иди делай Оставь Какие-то вещи Которые тебе царят Ещё другой сказал Я пойду За тобой Господи Но прежде Позволь мне Проститься С домашними Моими Некоторые люди Бьют себя в грудь Пастор Что нужно делать Я готов Я пастор Ты же знаешь Я На меня На меня только положить И нету больше церкви Никогда Где он Пошёл с родными Прощаться А там уже огурчики Рыбка Репчатый лук И всё остальное А потом говорят Знаешь У тебя как-то так скучно Ну не то Ну нету этих зрелищ Господи Сколько ещё зрелищ надо Ты хоть бы Проживи то Что есть в нашей церкви Хотя бы Я разговариваю С другими людьми Они говорят Ни в одной церкви Нету столько Этих Ивенсов Или мероприятий Сколько есть у нас Проживи Хотя бы это Вообще Вчера Такой шикарный Футбол был И в футбол поиграли И пиццу поели И пообщались И поспали На этой ужайке Классно было А некоторые Скучно А ты был Ты ж не был А сейчас ещё веселее начнётся Сейчас мы ещё С государством завяжемся Ещё в их мероприятиях В лучшём участке То нам же мало Нам всё мало Лена сегодня была Я не смог Из-за того Что за ним По госпиталю Она была сегодня Представительница В нашей церкви И там Весь бомонд Русской комьюнити Все там Политики Мэры Конгрессмены И она там ходила А что в посте А то бы там Села бы Всех одной Пришла И уже На таком уровне Уже её в Манхэттен Приглашают На завтрак Бомонда Всё Она уже на завтрак идёт Она уже Скоро будет А потом Улетишь И на ужин пойдёт А там Улетишь И придётся Уже Лайсенс В тесте Который я получил Но Иисус Сказал ему Никто Внимание Никто Возложивший Руку свою На плух И озирающийся Назад Неблагонадёжен Если ты уже Сказал Что ты будешь Делать И смотришь Назад А там же Лучше Я точно знаю Что жизнь С Иисусом Полна Благословений Но жизнь С Иисусом Полна Отказательств От каких-то Мирских вещей Отказательств От себя Отказаться От своих Каких-то Я Отказаться От своих Каких-то Амбиций Отказаться От каких-то Своих Ну Я не знаю Ценностей Но Ты приобретаешь Намного Больше Ценностей Когда-то Мне один человек Сказал Говорит Зачем ты Это все Делаешь Ты же Не получаешь От этого Ничего Я говорю Как не получаю А эмоции А из меню Валера Красавец Я на каждого Могу показать Я же помню Как вы пришли И что произошло И я Балтерю От этого Я думаю Класс Мне надо Самое лучшее Наградо Я уже видел И деньги И мерседес И все видел Но не это Главное Судьба Пришла И поменялась Человек пришел И изменился Человек пришел И начал расти Человек пришел И приобрел Какое-то призвание Класс Вот это супер Семья разваливалась Восстановилась Отец детей Не видел Нарадоваться Не может Наиграться Не может Понимаете Вот это Ценно Вот это Класс Если ты взялся За этот пункт Но оборачиваешься Назад И вот Надежнее Нету Назад Дороги Все С Богом Только вперед Не шагу Назад Сзади Москва Второе Петра Второе Петра Вторая Глава Вторая Глава С двенадцатого Стиха Это 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 вообще История Они Как Бессловесные Животные Представляете Петр сравнивает С людьми Которые Смотрят Назад Они Как Бессловесные Это Чего 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 Не Принимают А Не Не Понимают В Растлении Своем Истребляться Они Получат Возмездие За Беззаконие Ибо Они Видят Удовольствие Во Вседневной Роскоши Срамники И Осквернители Они Наслаждаются Обманами Своими Пиршествую Пиршествую С вами Глаза У них Исполнены Любодеяния Блуд И Непрестанного Греха Они Прещают Неутверженные Души Сердце Их Приучено К Любостяжанию Эти Это Сыны Проклятия Оставив Прямой Путь Они Заблудились Идя По следам Воала Сына Васорова Который Возлюбил Сду Неправедную Но Был Обречен В своем Беззаконии Бесславная Ослица Проговорил Человеческим Голосом Остановила Безумие Пророка Это Безводные Источники Облака Облака Тумана Гонимые Бурей Им Приготовлен Мрак Вечной Тьмы Ибо Произнося Надутые Пустословия Они Улавляют Плотские Походи И Разврат Тех Которые Едва Отстали От Находящихся В заблуждении Обещают Им Свободу Будучи Сами Рабами Рабами Пления Ибо Кто Кем Побущен Тот Тому И Раб Ибо Если Избег Сори У меня После Такое Священие У меня Все Слипается Ибо Ибо Благословицы Пес Пес Возвращается На Свою Блемотину И Вымытая Свинья Идет Валяться В Грязи Чем Это Отличается От Жизни Верующих Людей Которые Познали Путь Правды Путь Спасения Путь Благодати Путь Божьей Благословения Говорят Нет Идя За Богом Я Лишаю Себя Очень Важных Вещей Если Я Чего-то Где-то Мне Что-то Запрещено Это Делает Меня Рабом Как Я могу Мне Надо Секс Не Надо Расслабиться Не Надо Деньги Какие-то С помощью Обмана Вот Посмотри Люди Обманывают И нормально Себе Чувствуют Посмотри Блудники Блудят И они Ж Не Умирают Нет Тебе Надо Удовлетворить Свои потребности В твоей плоти Женись Или Выходи Замуж Тебе Нужно Удовлетворить Свои материальные Потребности Написано В Библии Работа Тебе Нужно Удовлетворить Своё Ну Расслабление Не Напрягайся Меня Спрашивают А как ты Расслабляешься Я не напрягаюсь Чё мне напрягаться Я жизнь в релаксе Постоян Чё мне напрягаться Ну я физически Напрягаюсь Но у меня Ну Люди же Расслабляются Не из-за физического Напряжения А из-за Морального Душевного А если Я в душе У меня Мил Зачем Мне это Расслабно Разбавлять Каким-то допингом Мне и так Классно Мне супер Мне надо же Допинг Без допинга Не получится И некоторые люди Походив в церковь Скучно Неинтересно Много запретов Много Нельзя А никто же не записывает Сколько можно И то можно И это можно Всё можно Кроме греха Грехов На пальцах Можно посчитать Благословений Вся Библия В обетовании Грехи Можно на пальцах Посчитать Даже Наверное И рукник На руке Не хватит Может И что там На ноге Может 20 грехов Зато Благословений Вся Библия В обетовании Нет Я поменяю Всю Библию Благословений Обетований На вот этих 20 грехов И пойду Помыли тебя Пришёл в церковь Отмыли Очистили Привели в порядок Светёшь Пахнешь Ну всё Спасибо Спасибо вам До свидания У меня своя жизнь Иди живи У меня болото Там воняет Там Где Аня Мне нравится Когда Аня Расскажут Где тот собак Ну на плевоте Ну так по-нас И не ходят Я встречал Некоторых ребят Ребят Которые ходили Там 4 года назад Мешками Ничего не можем С тобой поделать А ну 4 сентра В воскресенье Не обниму Какими А еще Минута Мишки сидят Мишки сидят Последнее местописание Матвея 12 глава Матвея 12 Матвея 12 43 стиха Смотрите Кто возвращается Назад Что он получает Или что он делает Когда Нечистый дух Выйдет из человека То ходит По безводным местам Ища покоя И не находит Тогда говорит Возвращусь В дом мой Откуда я вышел И придя Находит его Незанятым Выметленным Убранным Тогда идет И берет с собой Семь других духов Злее себя И войдя Живу там И бывает Для человека Того Последнее Хуже первого Так будет И с этим Злым Родом Ты не понял? Дух Когда ты приходишь Я сейчас объясню Когда ты приходишь В церковь Принимаешь Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Все твои грехи Прощены И тот дух Который жил в тебе Он выходит Из силы Твой дом Это твоя внутренность Твоя душа И твой дух Становится чистым Освещенным И до тех пор Пока ты не заполнишь Этот свой дом Божьим словом Любовью к прославлению Любовью к поклонению Любовью к молитве Любовью к постам Любовью к служению До тех пор Пока ты не заполнишь Это А будешь Пренебрегать молитвой Пренебрегать Изучением Божьего Слова Пренебрегать Хвалу и поклонению Пренебрегать Служениями Ночными